Ну мы знаем, что где-то примерно 10% населения вообще земли это альтруисты, и среди них есть вот эффективные альтруисты, которые ставят перед собой цель отследить результат каждого пожертвования, каждого затраченного доллара и сделать его максимально, насколько возможно, эффективным. Как вам вообще этот подход от альтруизма к пожертвованию? Естественно, что это приветствуется мною, потому что все-таки человечество, по крайней мере, будет знать, что оно что-то вкладывает в свое будущее, и это будущее, оно реально. То есть подход, как к любому бизнесу, важен результат. А вот скажите, пожалуйста, в отличие от других видов филонтропической деятельности, все-таки вот связь с результатом, насколько она должна быть важна? Вот я отдал свои деньги на благотворительность, и я не знаю, что с ними происходит, и у меня мое эго спокойно, так скажем, да. У меня нет моральных делем, правильно, неправильно. Я пожертвовал на университет, я знаю, что я помог его существованию, да. Здесь же я должен постоянно прокручивать внутри себя. Эффективно это было, неэффективно. Принесу я эту пользу, не принесу. То есть это вот такая привязка к результату. Она вообще нормальна, вот. Она необходима для достижения какого-то результата, более-менее положительного. Нам необходимо просчитывать его возможности. Скажите, если мы говорим не о достижении результата с точки зрения эго-человека, а все-таки к какому-то движению, вот к этой к отдаче, к благотворительности, к какому-то направлению от себя, это все равно нормально, это должно быть? Да. Здесь не нужны никакие-то дополнительные формулы, какой-то иной расчет или как обычный бизнес? Ну, обычный бизнес, я думаю, что он достаточен. Хотя тут появится еще много дополнительных всевозможных инструментов, чтобы определить его эффективность. Все-таки неизвестно, насколько на самом деле вложение средств в науку, в культуру, оно дает положительный результат. То есть здесь необходимо четко продумать, каким образом придет правильный ответ. В какую сторону нужно хотя бы направить мусорь? Чего мы желаем от нашего вложения? В чем выигрыш должен быть? В средствах, в деньгах, увеличении связей и так далее. Тут надо четко определить, что мы считаем за положительный результат. Продолжение следует...